Здравствуйте дорогие друзья! С вами я Мехдебрагим Ивафа и мой экстра гороскоп на период с 1 по 15 июля. Друзья, напоминаю, что ваш лайк под этим видео помогает его продвигать и только так его могут увидеть больше людей и найти ответы на свой вопрос. Давайте вместе поможем продвинуть это видео, оставить лайк и помогайте тем самым другим. А теперь переходим к прогнозам. Представителям вводной стихи я советую никуда не торопиться. Период для вас благоприятный, спокойный и лишняя суета вам может помешать. Обязательно найдите время для духовной практики. В период с 12 июля ожидайте хороших новостей на работу. Рекомендую медитацию, спокойствие, релакс. Для представителей воздушной и зимной стихии. Волнительное время, эмоциональной стабильности скорее всего не будет. Но это не остановит вас на пути к вашей цели. У многих могут возникнуть острые конфликты в личной жизни. Советую не принимать серьезных решений. Представьте все контролировать. Это сильно отталкивает людей. Это делает вашу жизнь напряженной и не всегда приносит результаты. Все важные изделки и договора советую заключать ближе к середине месяца. Лучше после 10 июля. Рекомендую стать более уверенным в себе и не давайте пустых обещаний. Те, кто относится к огненной стихии, следите на иммунитет. Увязываемый период до 5 числа. Но есть и хорошие новости. Середина месяца будет наполнена позитивным во многих сферах. Особенно в творчестве или хобби. Рекомендую думать позитивно и притягивать только позитив. Личный совет на первую половину июля. Овен. Вам может стать скучно и тесно в привычных условиях. Поэтому если вас позовут приключения, я рекомендую послушать сердце и внутренний голос. Личная жизнь. Питаетесь правильно и вовремя доносить все до своей второй половины. Молчать не время, потому что может упустить шансы. Для новых знакомств подходит время половины периода. В финансовых вопросах. Хороните деньги в крупных купюрах. Желательно следить за тем, чтобы кошелок всегда был плотно закрыт. Энергия денег до 6 числа нестабильна. Цвет белый, жёлтый. Невелогоприятное число 1-12. Предупреждаю, обязательно следите за временем. Сейчас время это ваш помощник, но если вы будете относиться к нему с уважением, не опаздывайте на встречи, не ленитесь, не пытайтесь успеть больше. Вам не стоит в эти две недели тратить время впустую. Будьте более активными и меньше проводите время кривати. Больше движения, больше удачи и доходов. Удачное число 10-14. Телец. Ваш внутренний тонус поможет свернуть горы. Используйте шансы для саморазвития. Многие поймут, что есть новые вершины, которые они должны покорить. В личной жизни я не вижу препятствий и искусственных проблем. Вы готовы слушать и слышать своего человека. Если чувствуете, что готовы к любым переменам, это хорошо. Начинаете все менять уже сегодня. Девятое число будет особенное событие, которое поможет что-то понять. Финансы. Сложный период для тех, кто хочет всего и сразу. Так не получится. Сейчас время разумной экономии. Выбирайте приоритеты и действуйте правильно. Прибыл возможно с 7 до 10 июля. Совет с ирибели. Неблагоприятное число 5. Предупреждаю, резкая критика в ваш адрес не должна стать поводом для проживания. Критикуют только сильных, ярких и смелых. А значит вы на верном пути. Со старшим поколением и даже с родителями могут быть разногласия. Но это не испортит настроение. Потому что ваше дружелюбие поможет найти быстрый выход. Пусть о вас говорят, что хотят. Не сомневайтесь в своей правоте. Удачное число 6.11. Близнецы. Ваша фантазия может стать реальностью, если вы готовы заплатить за эту двойную цену. Не часто жизнь дарит подарки и награждает за заслуги прошлого. Но ваш час пробил, наслаждайтесь. Личная жизнь. Ваша задача оказаться в нужное время, в нужное место. А удача будет с вами. Финансы. Ожидайте прибыль после 8 числа. Советую перенести все планы по крупному взайму на вторую половину месяца. Свет песочный. Неблагоприятное число 3. Предупреждаю. Вам потребуется решительность, чтобы пришагнуть важным порогом в своей жизни. Возможно, это связано с человеком, который отнимает много вашей энергии и не благодарен в ответе. Но прежде чем принять решение, подумайте дважды, потому что назад дороги, скорее всего, уже не будет. Если решили что-то сделать, делайте без сомнения. У вас все получится. Удачное число 1.4.13. Рак. Время, когда надо быть осторожным. В словах и в поступках. Есть риск того, что в вашу жизнь может ворваться проблема, которая потребует много времени и сил для решения этого проблемы. Личная жизнь. Если вопрос о примирении, то советую не затягивать, и сделать шаги до 7-го числа. Если говорить про новые отношения, то середина месяца способна удивить. Если вы от всего сердца желаете любить и быть любимыми. Финансы. Есть возможность заработать хорошие деньги на дистанции. Возможно, речь идет о подработке. Приложите усилия в этот период, и наверняка все получится. Свет лаванды. Неблагоприятное число 14. Предупреждаю. До 6-го числа возможны проблемы с настроениями, об осторожении психологических состояний, включая панические атаки. Советую профилактику, и главное, окружать себя намеренно, только позитивом. Музыка, фильмы, люди, вещи и так далее. Чаще находитесь на свежем воздухе, научитесь заряжать воду, и постарайтесь найти гармонию с окружающим. Удачное число 4-5. Лев. Эти две недели запомнятся по двум причинам. Будет выгодное предложение по работе, скорее всего это совместные проекты с проверенным человеком. Также ожидает сильный энергетический подъем, который позволит сделать больше заполонированного. Личная жизнь. Сейчас нельзя возвращаться к прошлому. Это и люди, которые однажды ушли, это и старые обиды. Не давайте прошлому даже маленький шанс портить ваше настоящее. Финанс. Не экономьте на здоровье и эмоциях. Это важно. Прибыл возможно в период с 4 по 8 число. Совет периода розовый, лимонный. Неблагоприятное число 6. Предупреждаю. Источником проблем могут стать люди из ближайшего круга. Зависть, злость и обиды могут повлиять даже на крепкие взаимоотношения. Советую использовать любую защиту. Но главное сейчас не открыть свои секреты и душу никому, чтобы это не использовали против вас самих. Не пускайте в этот период ни проверенных людей, ни в разговоры, ни в дела, ни в личную жизнь. И не берите в совместные поездки. Советую также не игнорировать свои сны. Удачное число 4 седьмое. Что в ближайшее время всех нас ждет? На этот вопрос отвечу так. Многое очевидно. Каждый год хуже, чем предыдущий. Но есть люди, которые могут в любой ситуации найти выход и подарить себе счастье, радость. Я всем советую постараться быть таким. Уже планировать будущее поездки невозможно. Завтра может измениться все. Но тот, кто готов к любой ситуации, всегда будет на шаг впереди. И качественно будет жить отведенное Богом ему время. А что будет? Не нужно быть ясновидящим. Достаточно послушать новости и анализировать события, которые происходят в мире. Но многое зависит от каждого из нас. В России исторически люди умели справляться с бедой. И в данный момент Россия должна стать единым целым. Победа будет за нами. Дело. Когда человек хочет пить, он ищет воду. Когда мы голодные, мы ищем еду. Но что делать, если ничего не хочется? Есть только один правильный ответ. Искать то, что вам нужно. Не опускать руки. Не жаловаться на судьбу. А искать. И вы найдете. Сейчас то время, когда надо искать вам. Ищите себя. Ищите ответы. Ищите поддержку. И понимание. Личная жизнь. Смело выражайте свою симпатию. Любовь на вашей стороне. Тем, кто одинок, я советую забыть о старых. И взять инициативу в свои руки. Финанс. Многие денежные вопросы будут легко решаться. Но не советую так же легко их тратить. Лучше отложить. Перебил после 8 числа. Свет голубой и в оттенке. Неблагоприятное число. Тритое и седьмое. Предупреждаю. Есть риск оказаться лишним. Если так случилось. Смиритесь и не пытайтесь изменить ситуацию. А постарайтесь потом доказать свою правоту. И повесить свою значимость. А в данное время спокойно подходите к подобной ситуации. Удачное число. Шестое и восьмое. Весень. Дорогие весенья. Эмоции будут руководить вами. Поэтому советую не пытаться изменить ход событий. Расслабитесь. И поливите по течению. Личная жизнь. Чем больше вы вложите, тем лучше результат получите. Финансовые вопросы. Будут небольшие качели. Логкие победы могут измениться крупными тратами. Стабильность придет ближе к середине месяца. Главный совет. Не уходить от материальной ответственности. Оранжевый, рыжий. Неблагоприятное число. Пятое. Предупреждаю. Вам может показаться, что все вокруг против вас. Советую. Первое. Чаша находится у живого огня. Наверняка это камень, костер или свеча. И второе. Не давайте самолюбию одержать верх над реальностью. Третье. Используйте чаще кульчевые фразы. Лучше с самого утра. Настарайся на добро. Успех и победы. Очищайте свою ауру, как я учил на своих курсах 3 в 1. Удачное число. Девятое, триннадцае, четырнадцать. Эскорпион. Рекомендую настроиться на ряд громких событий в вашей жизни. Это может быть важное мероприятие, где вы сыграете главный роль. Это может быть исполнение вашей мечети в личной жизни. Есть большая вероятность, что это относится к детям и все, что с ними связано. Про финансы. Прибел будет с 6 по 10 июня. Но прошу не рисковать тем, что у вас уже есть. Я имею в виду накопление или имущество в любом виде. В сфере отношений и личной жизни запомните два момента. Как говорят, насильно мил не будешь. И второе правило. Иногда второго шанса может и не быть. Свет внешней оттенки зеленого и синего. Неблагоприятное число первое. Предупреждаю. Иногда равнодушие идет на пользу. А иногда убивает нас. Старайтесь в этот период замечать тех, кому нужна ваша помощь. Не оставайтесь в стороне, если можете помочь. Особенно, когда речь идет о близких людях. Но и чужие люди заслуживают сострадания. Если в этот период вы протянете кому-то руку помощи, обязательно в нужный момент вы получите гумаранг добра. Но я вообще советую всегда делать добро. Удачное число 6.19. Стрелец. Период начинается с приятных новостей, связанных с карьерой или работой. Рекомендую после третьего числа уделить внимание внутреннему состоянию. И следите, чтобы не было чувства вины. А если оно есть, исправьте ситуацию всеми способами. Финансы. Прибыли стоит ожидать первые 4 дня в месяц. Также советую сейчас бороться за любую работу, в которой вы уверенно себя чувствуете. И у вас получится невозможно. Личная жизнь. Фортуна на вашей стороне. Есть все шансы превратить свою историю любви в сказку. Дам совет. Иногда стоит забить о принципах, если на кону душевное спокойствие близкого человека. Совет периода не имеет значения. Выберите то, что согреет душу и поднимает настроение. Неблагоприятное число 15. Предупреждаю, будет давление со стороны старого знакомого или знакомого. И стоит поверить этому человеку, он хочет вам только добра. Контролируйте свои эмоции. Не нужно лишних подозрений. Для вас в этот период доверия важны всего. Удачное число 3 и 7. Козырек. Основа вашей гармонии, планирования. И я советую не изменять себе в этой привычке. От вас сейчас зависит не только ваше благополучие, но и людей из ближнего круга. Вы сейчас капитан корабля. И вам выбирать курс. На пути вас ждут и небольшой шторм, и прекрасный расцвет. Личная жизнь. Возможно, пауза. Не пугайтесь. Самый главный совет, если есть конфликт, не упрекать прошлом свое второе половин. И не использовать слабые места, о которых знаете только вы. Финансы. Можете рассчитывать на дополнительный источник доходов. Прибыль может быть в качестве подарка. В остальном все будет по плану. Совет Бордона. Неблагоприятное число в этот период для вас 12. Предупреждаю, вы можете оказаться между двух огней, но легко разберитесь в этой ситуации. И второй важный момент в этот период. Не идите на контакт там, где к вам сильно навязываются. Научитесь анализировать каждого, кто вас окружает. Актуально. И что им от вас нужно. Положительно или негативно они влияют на вас. А после решите, что с ними сделать. Продолжать общение или прекратить. Удачное число 4, 8, 10. Водолей. Удивляю вас, впереди зеленый период. Это значит, что все светофоры будут только зелеными. А значит открыты все дороги. Отличное время на путешествия, прогулок по лесу, уединение с природой. От вас требуется только позитивный настрой. Дам два совета на этот период. Стойте на своем до конца в рабочих вопросах, но только под свою ответственность, когда уверены, что вы правы на 100%. Тогда действуйте. Привлекайте внимание не только интеллектом, но и личными человеческими качествами. В личной жизни романтический период будет. Будут добрые сюрпризы и даже смелые предложения. Возможно, решится ситуация, на которую вы давно хотели, но не могли повлиять. Финансы. Благоприятный период для повышения доходов. Удачные станут продажи, если с этим связан ваш бизнес. На работе возможны командировки. Прибыл, возможно, после 11 июня. Свет для оттенки. Любой подходит. Неблагоприятное число – это второе. Предупреждаю. Сейчас важно удержать все человеческие контакты, которые вам и сложно, и дорого достались. Также это касается отношений в семье. Так как в этот период именно эти люди окажут вам поддержку и помогут в тяжелой ситуации, как поступками, так и советами. Удачное число – 10 июня. Рыба. Первая неделя месяца потребует полной ответственности и терпения в вопросах, связанных с работой. Вторая неделя пройдет на контраст. Вы получите много удовольствия от встречи с интересными и близкими людьми. Финансы. Советую не занимать деньги, но если есть крайняя необходимость, то лучше не связываться с банком, а попросить помощи у знакомых или близких людей. Прибил, возможно, в период с 5 по 9 число. Личная жизнь. Советую сейчас легче относиться ко всему. Не стоит придавать слишком большого значения многим вещам. Свет – черный, красный. Неблагоприятное число – второе. Предупреждаю. В период, когда ловушки будет расставлять сама судьба. Те, кто не усвоил важные уроки в прошлом, могут оказаться в такой же ситуации. Это как проверка и работа над ошибками. Наверняка в этот период судьба будет проверять вас на стойкость. Не забывайте, пожалуйста, прошлое. Без прошлое не будет будущего. Удачное число – четвертое – девять. Дорогие друзья, спасибо всем вам за доверие, за каждый ваш добрый комментарий и пожеланий. Сейчас непростое время, когда мы все должны поддерживать друг друга. Все, что я делаю, я делаю с одной целью – помочь вам справиться с проблемами, дать свои временные советы и предложить вариант решения проблем. Все, что я могу сказать, я говорю на страницах своих социальных сетей. В своем закрытом телеграм-канале, который я недавно создал, открыт, можете присоединиться. А то, что я делаю, мои проекты, мои талисманы, защита от негатива – все можно найти в моем интернет-магазине. Удача от них нехти. Вы всегда можете зайти и выбирать что-то по душе и с пользой для себя. Спасибо всем вам, всех благ, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok